Теперь кабинет механотерапии оснащен аппаратами для пассивной разработки верхних конечностей. К примеру, арторент лучезапясный. Его используют при реабилитации у детей с повышенным мышечным тонусом при поражении центральной или периферической нервной системы, а также после гипсовой иммобилизации. Новое современное оборудование появилось почти во всех отделениях центра реабилитации. В 2023 медучреждение получило брусья, ходунки, лечебные костюмы, роботизированные комплексы. Мы приобрели достаточное количество велотренажеров, благодаря чему у нас теперь дети не стоят в очереди. У них увеличивается объем движений, мы работаем над выносливостью, над скоростью перемещения. Также были куплены дорожки реабилитационные, которые как раз отличаются от обычных дорожек тем, что они имеют очень низкую скорость ходьбы, которую мы используем для детей с детским церебральным параличом или другими недугами. Обновили аппараты для ультразвуковой терапии, которые позволяют работать с детьми не только по неврологическому профилю, но и помогают в восстановлении пациентов с порезами и контрактурами. Также появилось оборудование с биологически обратной связью. Это значит, что ребенок участвует в интерактивной игре и в это время проходит нужное лечение. Например, перчатка «Аника» — инновационный тренажер для разработки мелкой моторики и координации движений. Здесь проходит реабилитацию более сотни маленьких пациентов со всего региона в режимах круглосуточного и дневного стационаров.